В начале об аварии, которая превратила поездку десятков россиян в Доминикану в настоящий кошмар, едва не стала последней. Автобус с туристами по дороге в аэропорт столкнулся с грузовиком. И то, что произошло дальше, поражает. Пассажирам самим пришлось выбираться из салона и с переломами в крови. На обочине ждать помощи, которая пришла не сразу. Элина Сергачева с места событий. Это одна из главных трасс в Доминикане, автострада Кораль. Она соединяет главную курортную зону Бавара-Пунта-Кана, самый дорогой курорт в Доминикане, и аэропорт Ля-Романо. Здесь всего несколько километров до аэропорта Ля-Романо. Автобус с российскими туристами столкнулся с небольшим продовольственным грузовиком. Удар был такой силой, что фургон отбросило в тростниковое поле, а автобус опрокинулся. Всего в нем было 39 российских граждан, 2 гида и водитель. В первые минуты никто даже не понял, что именно произошло. Автобус резко затормозил, а потом его повело налево и направо. В итоге он завалился налево и продолжал движение. То есть те люди, которые были по левую сторону от водителя, они получили сильные травмы. Счисали себе спины, руки. Ранены 27 россиян. Среди них дети. Некоторым удалось самостоятельно выбраться из салона. Для эвакуации направили вертолет. Врачи и пострадавшие ждали прямо на обочине. Быстро добраться до них машины скорой помощи не могли. На трассе образовалась большая пробка. И обе машины элементарно не могут проехать. О боже, у него вся спина в крови. А этот человек вообще не может подняться. Похоже, скорая наконец-то здесь. Всех отвезли в столичную больницу. По меньшей мере семеро в тяжелом состоянии. Сейчас уже все с трассы абсолютно убрали. Но очень много личных вещей, очень много разбитого стекла, документов, ваучеров. Это все находится на обочине. Здесь вот валяются подушки, которые люди готовили в путешествие в аэропорт. Здесь находятся документы, личные вещи. Здесь обувь, которая просто сорвала с людей. Уже известна предварительная версия трагедии. По нашим данным, авария произошла из-за резкого маневра грузовика, который пытался перестроиться. Водителю автобуса пришлось экстренно тормозить. Продолжение следует...